Казалось бы, совсем недавно наши жители обрадовались новостью о том, что между Москвой и Таллином возобновилось железнодорожное пассажирское сообщение. Более того, многие увидели за этим знак того, что даже в условиях санкций можно договориться, и железнодорожники – прекрасный тому пример. Но, увы, новый поезд, да еще и забитый до отказа, видимо, пока останется единственным удачным примером такого сотрудничества. Только что появилась свежая информация о том, что Россия намерена наполовину снизить железнодорожный транзит в направлении Эстонии с 12 до 6 поездных пар в день. Причем нет никаких гарантий, что и это число не имеет тенденции к снижению. И это при том, что еще 10 лет назад эстонская железная дорога принимала из России в среднем 32 поездные пары в сутки, а на пике отношений – и 42, и 43. Специалисты утверждают, что резкое сокращение железнодорожного транзита ощутит не только транзитный сектор, но и вся экономика Эстонии в целом. Если вы хотите получить картину о развитии экономики, то вы, прежде всего, посмотрите, что в стране творится с транспортным и логистикой. Если вот этот сектор работает успешно, и он развивается, и цифры все положительные, есть рост, значит и экономика в целом растет. Если мы возьмем наш транспортный сектор, то постоянно идет с горки вниз, то отсюда и развитие экономики нашей ничего хорошего на этот год или на ближайшие годы не предвещает. Естественно, что такая информация не может не волновать эстонский профсоюз железнодорожников, которому неизвестно о причинах столь радикального урезания транзита. Хотя о них можно догадаться – дело не в экономике, а в политике. Не только экономисты, но и простые члены профсоюза железнодорожников заметили, что работы все меньше, и объемы грузоперевозок в российском направлении все время снижаются. Работники опасаются за свои рабочие места. Ясно, что спад не пощадит и другие секторы, и в первую очередь порт и морские перевозки. Можно опасаться, что волна сокращений не ограничится одним лишь железнодорожным сектором. То, что у нас отношение политиков к транзитному сектору и думают, что это только железная дорога, как многие тут говорят, что это никого ни другого не коснется, на самом деле это и порты, это и перевозчики, все, кто связан с транзитом, это не только железнодорожники. У нас сейчас будет 20 апреля встреча с министром, и будем обсуждать этот вопрос, что, как их взгляд, какие будут пути решения этой проблемы. Специалисты считают, что под самым сильным ударом могут оказаться нефтепродукты и их перевозка. Но не только. С востока на запад также перевозятся объемные грузы. По встречному направлению транспортируются контейнеры. Есть опасения, что и объем этих уже прекрасно отлаженных транзитных обменов упадет. Похоже, в правительстве наконец заметили новую опасность. Во всяком случае, министр экономики Кристен Михал сегодня обещал поддержать железнодорожников, а для компенсации драматически рухнувшего российского транзита выделить деньги на приведение в рабочий порядок инфраструктуры эстонских железных дорог. Будет ли выполнено это обещание, трудно сказать. Но во всяком случае, оно звучит более здраво, чем знаменитое высказывание одного из прежних премьеров о том, что транзит нам не нужен. Сергей Дедыкин, Риха Пресс, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok